This conference will now be recorded. 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 Для всех отраслей, для всех бизнесов. Ну и, соответственно, мы должны позиционировать ее именно как лучшую, как хорошую практику, изначально оптимизировав ее под требования нашей отрасли, под требования нашего бизнеса, под требования нашего законодательства. Ну и первое, с чего мы с вами начнем, для того, чтобы мы с вами однозначно точно понимали и оперировали с вами одинаковыми терминами, что же мы будем понимать под проектом. Под проектом мы с вами всегда будем понимать некое временное предприятие, а именно у проекта всегда будет совершенно точная дата начала и совершенно точная дата окончания. И в результате проекта мы всегда будем получать некие уникальные продукты, услуги, либо результаты. Ну и, как следствие, это будет нижущая, некая движущая сила изменений, и в результате этого у нас всегда будут создаваться некие новые бизнес, некие новые бизнес-ценности, некие новые бизнес-ценности. Теперь, когда мы с вами сказали о том, что в нашей организации большое количество идей, большое количество инициатив, но далеко не все идеи, далеко не все инициативы у нас с вами доходят до реализации. Почему? Потому что у нас с вами всегда ограниченные ресурсы, всегда место под солнцем всегда ограничено, и, исходя из этого, ресурсы будут выделяться в первую очередь на те идеи, на те инициативы, которые наиболее востребованы с точки зрения стратегии нашей с вами компании. Однако, что касается того, каким образом определить стратегию и цели нашей с вами компании, здесь мы с вами в первую очередь должны фокусироваться в первую очередь на видении, на видение, а именно на понимании того, чем хочет быть наша компания через какой-то там длительный промежуток времени, допустим, как она себя представляет там через 10, либо там через 20 лет. А исходя из этого, мы будем вырабатывать миссию, а именно какие определенные векторы развития мы будем предпринимать для того, чтобы добиться этого видения. Ну и видение это будет некая такая вдохновляющая мысленная картина ценности, от которой наша организация надеется достичь в течение времени, независимо от изменений в топ-менеджменте, в руководстве нашего предприятия. Ну и также предлагает некий общий взгляд на будущее, который в том числе будут разделять и наши с вами коллеги. И миссия это что наша компания, какие векторы развития она предпринимает для того, чтобы добиться этого видения. При этом мы будем определять стратегии и цели. Стратегии и цели. Стратегии и цели, да. А именно цели это будут некие такие общие утверждения, указывающие на то, что должно быть достигнуто, потому они должны быть интегрированы с непосредственно нашим с вами видением. И исходя из этого мы определяем видение, миссию, стратегии и определенные стратегические цели. Исходя из этих стратегических целей, в зависимости от масштаба и сложности нашей с вами инициативы, мы выбираем какие-то конкретные инструменты. Ну, допустим, непосредственно управление проектами. Это будет некая движущая сила наших с вами инициатив, которые будут связывать непосредственно видение уже с воплощением в операционную деятельность. При этом, да, теперь мы с вами понимаем, что ресурсы организации у нас с вами всегда ограничены, всегда ограничены. И в первую очередь будут направляться на те идеи, на те инициативы, которые наиболее востребованы с точки зрения стратегии компании на сегодняшний день. Ну, а как следствие, эти идеи, эти инициативы нам неким образом необходимо ранжировать, нам неким образом необходимо приоритизировать. Значит, соответственно, периодически будет собираться некий наш совет комитета с наших с вами топ-менеджеров, которые будут принимать решения о ранжировании этих инициатив, о непосредственном приоритизации. Ну, а для этого им, естественно, необходима информация. Без такой информации их решение будет абсолютно субъективным. Ну, и в качестве такой информации нам лучшая практика, а именно управление, лучшая практика по управлению проектами предлагает два документа, а именно бизнес-кейс и план по управлению выгодами. Что из себя будет представлять бизнес-кейс? В бизнес-кейсе мы описываем бизнес-потребности, а именно, что же мы хотим получить в результате этой инициативы. Также, поскольку на сегодняшний день встала необходимость в каких-то новых результатах, в каком-то новом продукте, значит, что-то изменилось в мире, что-то изменилось на рынке. И мы с вами описываем анализ ситуации, что такого произошло в мире, что такого произошло на рынке, почему именно сейчас стали необходимы эти новые бизнес-потребности, эти новые результаты. Ну, и со своей стороны, естественно, определяем варианты, определяем сценарии, каким образом мы можем достичь этих бизнес-потребностей. Ну, и естественно, поскольку основная информация о этой идее, о этой инициативе непосредственно в наших с вами руках, естественно, мы вырабатываем рекомендации. А именно, с нашей точки зрения, с нашей точки зрения, наиболее оптимальным вариантом, наиболее оптимальной стратегией достижения такой бизнес-потребности является следующее. Ну, а дальше, о чем нам с вами необходимо сказать? Ну, во-первых, да, наши с вами идеи, наши с вами инициативы могут непосредственно быть нацелены, допустим, на такой аспект стратегии, к примеру, как извлечение прибыли. А возможно, возможно, да, к примеру, наша с вами идея и инициатива будет направлена, к примеру, на то, чтобы изменить какую-то существующую инструкцию, либо регламент нашего с вами предприятия. При этом цели нашей с вами идеи и инициативы будут непосредственно связаны с какими-то финансовыми показателями напрямую, либо напрямую они будут не связаны. Но при этом, в большинстве случаев, наши топ-менеджеры спросят, уважаемые коллеги, с вашей точки зрения, каким финансовым показателем приведет данная инициатива. И мы со своей стороны, естественно, должны будем дать эту оценку. Ну, а второй документ, это непосредственно уже план управления выгодами. Это непосредственно на какой аспект стратегии нашей с вами компании направлена данная инициатива. И здесь мы описываем целевые выгоды, но уже выгоды именно с точки зрения стратегии нашей с вами компании. Также описываем, насколько эта идея, насколько эта инициатива соответствует с существующими стратегиями. Описываем сроки реализации выгод, а именно результатом нашего проекта, целью нашего проекта может быть какой-то конкретный результат. И, допустим, мы направляем нашу, фокусируем наш взгляд на такой аспект стратегии компании, как извлечение прибыли. При этом, допустим, как пример для того, чтобы нам извлечь прибыль, нам этот результат необходимо будет уже передать в операционную деятельность, после чего будет насуществлена и поддержка, и продажа, и только по истечению какого-то времени мы по этим финансовым показателям сможем оценить, достигли ли мы этих выгод, либо не достигли. Вот, соответственно, мы в плане управления выгодами описываем сроки реализации этих выгод, а именно, сколько еще пройдет времени от окончания нашего проекта до непосредственно реализации этих выгод с точки зрения стратегии нашей с вами компании. Ну, а также описываем владельцев выгод, а именно, кто из наших с вами топ-менеджеров на сегодняшний день кровно заинтересован именно в этих выгодах с точки зрения стратегии нашей с вами компании. Также описываем метрики, а именно на основании чего мы будем делать заключение о том, что достигли мы этих выгод, либо не достигли. Ну, а также описываем основные допущения и риски, которые нам известны на данный момент. Ну, а теперь, что касается финансовых оценок, которые мы можем сделать в бизнес-кейсе. Здесь нам лучше практика предлагает следующие финансовые показатели. Ну, во-первых, уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, особенно для тех наших коллег, кто занимался финансовым анализом, вы прекрасно знаете, что таких финансовых показателей их достаточно большое количество, достаточно большое множество. Теперь, когда мы говорим о том, что некий наш с вами совет комитета стоп-менеджеров непосредственно собрался на каком-то заседании для принятия решений по ранжированию этих существующих идей и инициатив, мы должны понимать следующее. Мы понимаем, что финансовый анализ отдельно большой мир, отдельно большой мир, которым нужно очень серьезно заниматься. И совершенно нормально, что далеко не все непосредственно наши с вами коллеги будут... Мам, когда мы будем снова жить? Чего мы сейчас не ждем ночью? Не используйте микрофон, я прошу вас его выключать. Настоятельно. Настоятельно. И мы понимаем, что далеко не все наши коллеги будут глубокими экспертами с точки зрения финансового анализа. Это раз. В том числе и не все наши коллеги, кто непосредственно соберется для принятия решения. Второе. Мы должны понимать, что эти финансовые показатели, которые мы сейчас с вами рассчитываем, они достаточно приблизительные. Они нам могут помочь только в том, чтобы ранжировать эти идеи, чтобы ранжировать эти инициативы на сегодняшний день. Мы сейчас буквально до копейки каждый из этих финансовых показателей посчитать не можем. Они нам нужны именно для ранжирования. Но вот исходя из этого, нам предлагаются пять основных финансовых показателей, а именно чистая приведенная стоимость, окупаемость инвестиций, внутренние нормы доходности, период окупаемости инвестиций и отношение выгод затратам. Вот, соответственно, мы с вами готовим такие документы, а именно бизнес-кейс, планы по управлению выгодами, собирается некий наш с вами совет-комитет по ранжированию этих идей, по ранжированию этих инициатив. Ну и после ранжирования происходит перетизация, и в первую очередь будут запускаться те идеи, те инициативы, которые наиболее востребованы с точки зрения стратегии нашего с вами бизнеса. Поэтому, да, когда мы с вами как инициативная группа, к примеру, к примеру, пытаемся запустить какую-то идею, какую-то инициативу, мы с вами в первую очередь должны проецировать наши взгляды на стратегию, на какие аспекты стратегии мы с вами непосредственно, для чего мы запускаем наши идеи, наши инициативы, наши идеи, наши инициативы. Ну и многие из вас практики, многие из вас, насколько я понимаю, уже сталкивались с такими проблемами. Уважаемые коллеги, кто из вас уже сталкивался с такими проблемами, а именно с проблемами запуска собственных инициатив, ну и что непосредственно необходимо для этого подготовить? Спасибо вам большое. Действительно, проблема крайне и крайне сложная. Проблема крайне и крайне сложная. Проблема очень актуальная. На сегодняшний день такие специалисты действительно востребованы, действительно востребованы. Ну и наш курс, а именно курс по управлению проектами, вот он в том числе будет направлен и на руководителей организации, на руководителей сотрудников неких директоров департаментов развития, на неких портфельных менеджеров, руководителей проектов, ну и естественно на сотрудников проектных команд и сотрудников офисов. Далее, до того, как мы непосредственно перейдем к обсуждению вопросов, мои уважаемые коллеги и работники центра, хотели бы вы выступить и что-либо рассказать относительно курса? Что касается курса по управлению проектами, то в результате этого курса вы получите целостную систему, систему, системную картину управления проектами, ну а также познакомитесь с терминологией и методами управления проектами. При этом, каким образом будет построен наш курс? Изначально мы познакомимся, какие стандарты по управлению проектами есть на данный момент. Далее мы с вами прекрасно понимаем, что наш проект будет развиваться не в некоторых лабораторных условиях, а в реальной жизни, в реальной среде, ну и соответственно мы рассмотрим среду, в которой будет осуществляться наш проект. Далее мы рассмотрим различные жизненные циклы проекта, фазы проекта, ну и перейдем уже к группе процессов управления. Начнем с группы процессов инициации, в том числе более подробно познакомимся, каким же образом будет инициироваться проект, каким же образом будут приниматься решения. Дальше мы непосредственно перейдем к группе процессов планирования, далее группе процессов исполнения, мониторинг контроля, ну и завершим непосредственно группу процессов закрытия. При этом вы можете, мы его можете использовать как очное обучение, да, а именно вот такое традиционное групповое обучение в классе, также где будет равная доля участия каждого из слушателя, будет визуальный контакт с преподавателем, что крайне-крайне важно, ну а также с одногруппниками, ну и будет активное социальное взаимодействие. Также будут классические формы занятий, лекции, компартические части, некая групповая работа. Также вы можете использовать непосредственно очное, заочное образование, да, при этом обучение может проходить в группе дома, при этом у вас будут точные консультации преподавателей по неким интересующим темам, будет интенсивная домашняя работа, заочное обучение по видеозаписям реальных занятий, при этом вы сможете самостоятельно выбирать темп обучения, ну и такое обучение более доступно по стоимости. Также возможно индивидуальное обучение, а именно персональное занятие с преподавателем, при этом у вас может быть самостоятельный выбор также темпа обучения, будет визуальный контакт с преподавателем, естественно индивидуальный учебный план, но стоимость при этом будет выше. Также вы можете выбирать и вебинары, а именно онлайн присутствие на реальном занятии группы, живое общение с преподавателем и однокрупниками. При этом у вас также будет равная доля участия каждого слушателя, будет доступ к видеозаписям занятий и стоимость и качество обучения при этом никак не отразится и будет как на очном обучении. Ну и также вы можете выбирать некие открытые формы обучения, а именно вот индивидуальные очные консультации преподавателей, будет обучение по видеозаписям реальных занятий, самостоятельный выбор темпа обучения, визуальный контакт с преподавателями и однокрупниками и при этом будет более оптимальное соотношение цены и качества. Что касается, также вы можете использовать комплексные программы. Что касается преимущества комплексных программ, комплексная программа обучения, это у нас некий ряд курсов, подобранные нашими экспертами для полной комплексной подготовки к новой профессии, сертификации или повышению персонального уровня в максимально короткие сроки. При этом вы можете добиться и экономии средств, а именно стоимость комплексной программы обучения будет меньше, чем тот же набор курсов по отдельности. Вы становитесь специалистом высокого уровня и можете уверенно претендовать на хорошую должность и высокую заработную плату и при этом получаете престижный сертификат об окончании обучения. Ну и что касается курсов, которые входят в комплексные программы, это и руководитель проектов, и руководитель проектного офиса, либо портфеля проектов, и руководитель менеджера портфеля офиса. Уважаемые коллеги, что бы я хотел вам еще добавить? Уважаемые коллеги, что каждому слушателю сегодняшнего мастер-класса мы даем возможность получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию, чтобы ей вы могли воспользоваться. Ну и чтобы ей вы не могли воспользоваться, необходимо позвонить по телефону, либо написать по электронной почте и назвать промокод ИДУВПЕРЁД. Также я для консультации с экспертом вам непосредственно в форуме представил необходимую для вас ссылку. По окончании курса, по окончании обучения вы получите, если вы уже обладаете высшим образованием, получите свидетельство о повышении квалификации. Ну а также получите сертификат международного уровня о присуждении ПДУ баллов. И если вы успешно окончите курс, и также международный сертификат об окончании этого курса с присвоением вам определенных ПДУ баллов. Что касается ближайшего курса, который будет проходить по управлению проектами, он будет проходить в нашем Белорусско-Савеловском комплексе. Ближайший курс стартует 26 мая, при этом он будет проходить ежедневно с 10 до 17.10. Какие накопились вопросы на данный момент, уважаемые коллеги? Уважаемые коллеги, я вам благодарен за ваши интересные вопросы, за ваше активное участие.